Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение книги «Деяния апостолов» на библейском интернет-портале экзегет.ру и сегодня мы с вами рассмотрим 19 главу. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав. Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Мы видим, что апостол Павел прибывает в Каринф, пройдя верхние страны, прибывает опять в Ефес и, найдя там некоторых учеников, спрашивает о приняли ли они благодать Святого Духа. А почему этот вопрос задает апостол в самом начале этого повествования? Мы видим, что 18 глава закончилась тем, что некий Аполлос проповедовал, но ничего не знал о крещении Святым Духом. И наверняка апостолу Павлу об этом сказали, и он озаботился тем, как же это, не наученном пути Господню, только лишь о крещении Иоаннова. Что значит крещение Иоаннова, и что означает крещение Святым Духом? Крещение Иоаннова, как мы уже и говорили, означает крещение в покаянии, то, к чему призывал Господь, и то, к чему призвал Иоанн Креститель, покайтесь, ибо приблизилось и Царствие Небесное. Покаяние — это перемена ума. Дословный призыв так и будет звучать. Переминьтесь умом, поменяйте ваше мировоззрение. Невозможно вливать молодое вино в мехи ветхий. Смените ваше мировоззрение, бывшее языческое, на теперь христианское понимание мира и человека, и предназначение всего створенного мира как такового. Поэтому апостол так и призывал и Господь Иисус Христос именно к этому. Но крещение Святым Духом — это та благодать, которая способна научить, укрепить веру человека. Потому что покаяние — это нечто, такое состояние человека, когда человек дает согласие. В общем, и там, и там свобода нигде не нарушается, но благодать Святого Духа подкрепляет и научает человека. И откуда человек получает эту благодать Святого Духа в церкви? В таинстве крещения сегодня тоже совершаются два, по сути, таинства. Первое — это Иоанново крещение вводное, во имя Отца человек подружается, и Сына трижды, и Святаго Духа. Аминь. И дальше ему подается миропомазание. Что это такое? Это то же самое возложение рук апостольских. Когда так было учреждено в церкви, когда церковь все начали умножаться, ну где столько взять апостолов и даже и пресвитеров? Вернее, где столько взять апостолов, и чая-то прерогатива была возлагать руки? Поэтому апостолы это получили пресвитером, раздавая им определенный мир, специально освященный апостол, туда, в это мир погружали свои руки, читали специальные молитвы, и они раздавали по церквам. И тогда при крещении пресвитеры могли этой благодатью апостольской, благодатью Святого Духа помазывать при крещении крещаемого, дабы подать ему это просвещение Духом Святым. Поэтому мы очень говорим о важном аспекте, о апостольской преемственности. Говорили, снова это повторю, что необходима апостольская преемственность. Помните, многие уверовали во Христа, сказано в Евангелии от Иоанна, 2 глава, 23-24 стих. Сказано так, когда Христос был в Иерусалиме, многие видели чудеса, которые Он творил, и уверовали во имя Его. И 24 стих. Но, сказано, Иисус не вверял себя им. Кому же Он в себя вверил? Об этом сказано в Евангелии от Марка, 3 глава с 13 стиха. «Избрал себе, кого сам хотел». И дальше перечисляются имена 12 апостолов. Также были к ним причислены еще и другие апостолы. Например, апостол Анания, еще 70. Апостол Анания был из 70. Вот этот апостол Анания, когда чудным образом, помните, в книге «Деяния апостолов» 9 главы, просто напоминаю, была встреча Савла тогда еще со Христом. Как многие тоже сегодня говорят, вот я в своей жизни встретил Христа. Но этого было недостаточно. Необходимо было еще и присоединиться к церкви. Апостол Анания из 70 был специально послан к апостолу Павлу. Он имел эту благодать апостольскую. Он при крещении возложил на него руки. И апостол Павел был присоединен к церкви через таинство крещения. Потому что он был иудеем. Как он сам себе говорит, я иудей из иудеев, с колена Вениаминова. Далее мы видим, что эти ученики, которые там были, не знали ничего о духе святом. Апостол возлагает на них руки, как сказано об этом в 19 главе. И они заговорили на иными языками. Обращаю ваше внимание, что иные языки, мы когда-то тоже об этом говорили, может быть, кто-то слушает. Не все наши беседы, лекции. Иные языки здесь стоят курсивом. Все стоит печатным, а вот иные слова, обратите внимание, стоят курсивом. Почему? Это говорит о том, что этого слова нет ни в каком своде греческих древних видков и фолиантов. Нигде этого нет. Ни в Пишито, ни в Александрийском кодексе, ни в других. Это поставлено переводчиками по смыслу. Переводчик имеет право на это. Хотя, в общем-то, есть, можно было здесь и не ставить по смыслу, есть библейское слово «разные языки». То есть разные языки. Языки разных народов имеются в виду. Поэтому они заговорили языками разных народов, как и апостолы в день Пятидесятницы. Для чего? Для того, чтобы можно было проповедовать разным народам, то есть разным национальностям, которые собирались в Ефес. Я сказал уже на прошлом истолковании 18 главы, что Ефес был достаточно такой мегаполис, где была активная миграция людей. И также это был центр таких прообразов, что ли, олимпийских игр. Мегаполисов, действительно, там собирались со всего света люди, чтобы там состязания были различные в разных видах, там и спорта, и прочих-прочих вещей. Поэтому, раз люди разных национальностей, для того, чтобы проповедовать, необходимо было знание иностранных языков. И апостолы. Их получали тогда в Иерусалиме, где собирались на праздники. Там, как мы помним, там перечисляются языки разных народов. Медяне, кретяне, орвитяне, жители Месопотамии, Каппадокии, Понте, Асии и так далее. Так и здесь. То есть дар, он всегда дается, дар Святого Духа, он всегда дается на пользу, не только человеку, но чтобы и подарить кому-то эту благую весть о Христе, распятом воскрешенном. И так далее. Всех их был человек около двенадцати. Придя в синагогу, он небоязнно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Видим, апостол Павел снова в синагоге, хотя сказал, больше не пойду, иду к язычникам. Но вот такая любовь к своему народу. Снова-снова это хочу подчеркнуть. Но как некоторые ожесточились и не верили в злослове путь Господень, ведь, сказали, не все, некоторые, перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Видим, что если кто-то не хочет слушать, апостол их оставляет. Те, кто хочет слушать, он говорит, все, приходите в наш библейский кружок, на наши библейские занятия. Поэтому так может быть и на приходе, так может быть и в епархии. Не надо миссионеру или проповеднику, катехизатору думать о том, что если он повесил объявление, то все придут и весь город соберется. Скажу так, если даже один человек придет, будем рады этому и будем проводить все как для одного человека. Не люблю рассказывать о своей там практике, потому что лучше рассказывать о житии святых, но тем не менее не ради хвостовства, а просто ради того, чтобы поделиться такой вот радостью, которая была. Когда-то, помню, на Крутицком подворье, это 1996 год, там было такое всецерковно-православное молодежное движение. И по благословению на священноначале мне предложили там проводить курс лекции катехизации в трапезной, общие темы по катехизису. Не просто для крещения людей, а просто такие просветительские беседы. Я с радостью согласился, повесил объявление, где мог, в Москве, там попросил на подворье, там в нескольких местах приглашение сделал, раздал. Пришел, все приготовил, у меня был слайдопроектор, экран, чтобы беседу можно было так иллюстрировать библейскими текстами, какими-то иконографиями, картинами. Расставил лавочки, у меня был один помощник, все приготовили, стол, все как положено, большая трапеза, рассчитан человек на 70, да. Приходит в результате кухарка, который готовил в этой трапезе, ее сын, да, священник ответственный за это, и еще два алтарника. Пять человек. Ничего не меняя, как и было благословение дано, повел полностью программу, как она должна быть. Дальше, не опуская руки, опять объявление, опять приглашение, опять приходит, ну, 10 человек. Хочу сказать, что началось это осенью, в конце уже весны, после Пасхи в трапезную народ не вмещался. Более 120 человек, люди стояли там вот в коридоре. Вот кто помнит эти все события, не дадут мне соврать. Поэтому все, что мы делаем, будем делать так, как будто для Господа делаем. Потому что сказано, кто делу Божие делает с пренебрежением, тому грех. Пусть даже один человек придет, и ради одного человека сделать, как будто у нас в зале 100. И не отступать от того, если люди хотят слушать, от того, что мы с вами хотим делать. Поэтому мы видим, что апостол Павел не бросает свое дело, он берет тех, которые хотят слушать, приходят в это училище тирана. Многие здесь отцы говорят, кто это был такой. Говорят о том, что был человек, который благосклонно относился к христианам, не видел ничего плохого в их собраниях, и давал свое училище на определенное время. Он сам преподавал там. Некоторые предполагают, что с 11 дня и до 4 вечера, то есть в обеденное время, там могли преподавать. Потому что на Востоке это время считалось самой неблагоприятной, то есть жара. И поэтому все отдыхали. Как и сейчас, если кто был в Греции, вы знаете, что есть такое понятие, как сиеста. Там ни одного магазина с 12 часов открытым до 5 не найдете. 5 часов, у них примерно 4-5 часов обеда. Жарко, и они думают, зачем ходить по улице, надо оставаться дома, отдыхать там. Но апостол Павел, зная об этом, были, конечно, неудобства для христиан, мы понимаем, какие, что у них был менталитет, в общем-то, этого народа. Но они так любили, и так полюбили Слово Божие, так полюбили Христа, что не хотели оставаться там, отдыхать в это время. А вот, если есть это возможность, в этом времени быть, и изучать Слово Божие, и слушать апостола, они предавали, отлагали все свои дела, и предлагали все усилия к этому. Это такой, в общем-то, и нам с вами позыв, когда мы иногда жалуемся, что нам что-то не хватает. На самом деле, ну, вот сегодня уж, ладно, там в 90-е, я помню, да, пели там в неотопленных храмах и служили, но сегодня уже, пожалуй, столько удобств создано, и столько помещений у нас есть для и простительской, и миссионерской деятельности, по-моему, только не хватает нашего желания. А может быть, слишком много у нас ленности к этому делу. Печально это все. Итак, это продолжалось до двух лет, так, что жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елен. Видим, два года апостол Павлович в этом училище. Бог же творил немало чудес руками Павла, так, что на больных возлагали платки, а поисаните с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Видите, даже так, даже чудесами все это подкреплялось. видим, что Господь действовал не только через апостола Павла, не только через его слово, но даже и через вещи, которые были на апостоле Павле. Я никогда не поверю, что платок или еще какой-то предмет может исцелить человека. Благодать Христова через эти предметы исцеляет человека. Как сказано, Бог ищет руки для себя в этом мире, то есть наши руки, наши ноги для того, чтобы благословить этот мир. Даже некоторые из китайских иудейских заклинателей стали употреблять над имеющимися злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника скивы, но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги и избитые выбежали из того дома. Видим, такая история. То есть, действительно, тут люди хотели в магических целях, видя, что и даже предметы апостола Павла не исцеляют людей. Вот они решили имя Иисуса Христа используют для своей магии и для своего какого-то такого тщеславия, возможно, и заработка. Но это, в общем-то, все оно здесь вместе, где власть, там и деньги, где власть, там тщеславие, где деньги, там и власть. Все это перемешано, где магия, то есть, желание манипулировать людьми, там тоже всегда цель одна. Не помочь людям, а вытянуть из них как можно больше. Ладно бы средства, а то и здоровье, ну ладно бы и здоровье, а то уводится человек от пути спасения. Вот самое печальное, крадутся бессмертные души. Далее мы видим, что бросился этот человек на них и избил их, потому что они это использовали, так вот, манипулируя сознанием людей, то есть, не веря во Христа. это предостережение всем, в общем-то, желающим попробовать, да, лучше не стоит. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям, Еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а и занимаясь чародейством, довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Видим, что к церкви присоединялись не только люди, которые были, ну, просто язычники, такие, скажем, обыватели, но и люди, которые профессионально занимались чародейством. Это сегодняшние экстрасенсы, различные там гадатели, обаятели, волхователи, карты Таро, там и прочие, нендуизм, оккультизм, во всем своем наборе. Они увидели, узнали о том, что произошло с этими людьми, как дух этот нечистый избил этих людей, испугались и поняли, что сила-то она, сила Божия, и поэтому приходят в свои книжки, приносят и сжигают. Некоторые говорят, ну, зачем вот сжигать, вот книга все-таки, ну, извините, книга, книги рознь. Например, в нашем центре реабилитации людей от православия, где я провожу прием, люди, которые выходят из разных оккультных, в том числе сект, я прошу их приносить некоторые книги, но иногда бывает такой переизбыток, что у меня по пять экземпляров, ну, пять мне не надо, но мне достаточно два-три экземпляра, может быть, для какой-то библиотеки, где будут изучать, мне для изучения, для миссионерских целей, чтобы провергать все эти ереси. Помните, как святитель Ирине Леонский так и пишет, невозможно лечить людей больных, не зная причин их нездоровья, поэтому некоторые были намного искуснее меня, но не могли одолеть ересь Валентина, потому что в точности не знали их учений, то есть невозможно одолеть. И также преподавая сектоведение в семинарии, мне необходимо, если учащиеся будут писать дипломные работы, чтобы они работали с первоисточником, но когда их много, куда их девать, макулатура, а вдруг кто-нибудь возьмет и мы приведем человека в соблазн, он прочитает и увлечется этим. Выбросить на помойку, тоже там мы видим, люди бывают, что там бродят, что для себя стараются найти. Тоже человек наткнется на это и соблазнится. Поэтому если это переизбыток, то по примеру в общем-то книг Деяния Апостолов можно сложить костер. Итак, дальше мы с вами читаем, с такой силы возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершалось, Павел жил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побыв там, я должен видеть и Рим. И послал Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Раста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня. Видите, несколько раз это будет подчеркнуто в Священном Писании, ангелист Лука подчеркивает пути Господни, путь Господний. Не говорит просто Христа, а указывает, подчеркивает путь Господний. То есть, что это значит? Это значит, когда человек встал на путь, не стоит на нем просто стоять, иначе человек может превратиться, ну вот кто у нас стоит на дороге, кто там, ну хорошо, если указатель, дорожный указатель или светофор. По пути необходимо идти, поэтому Христос о себе говорит, я есть им путь, истина и жизнь, поэтому необходимо идти во Христе. Что значит во Христе? Подражая, как говорит апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. Ибо никто, дальше 24 стих, ибо некто серебряник именем Димитрий, именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставляющий художник немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесии, но и почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немало число людей, говоря, что делаемое руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемида ничего не будет значить. И испровергнется величие той, которую почитает вся Ася и вся Вселенная. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, велика Артемида Ефеска. Видим, что в этом городе у Асии находится человек Дмитрий, который был ювелир, в общем-то, и зарабатывал неплохо на то, что приезжали паломники, такие языческие паломники, Вася и Ефес, а Ефес мы вообще говорили, город такой достаточно серьезной миграции, и неплохой доход из этого получался, они продавали эти вещи, понятно, если сделать из деревяшки эту вещь, ну, деревяшка она и деревяшка, стоимость ее будет небольшая, а они делали из драгоценных металлов, поэтому и продавали, это достаточно дорого, и имели от этого целое, в общем-то, неплохой бизнес такой, да, в свое время. И он начинает подстрекать всех ремесленников этого дела, чтобы изгнать апостола Павла и христиан. То есть, мы видим с вами, братья и сестры, насколько проповедь апостола Павла, вот когда, да, его помощников, насколько проповедь апостола Павла просто взбудоражила все общество того времени, насколько она была сильна, насколько они уже начинают видеть некого такого конкурента, да, в себе, в своих делах. В общем-то, нечто подобное происходит и сегодня. Люди думают, что церковь это какая-то бизнес-структура, они глубоко ошибаются, те, кто так думает. А может быть, кто-то это и делает, как говорят, в семье не без урода. И на самом деле среди 12 учеников был Иуда, который тоже преследовал в своей жизни только стяжательство. Но на самом деле цель и предназначение церкви, она совсем другая. И тот, кто, если еще не в церкви, поверьте, что в церкви есть дробопорядочные люди, любящие искренне Бога и служащие ему за пославу Божию, скажем так, без всякого там воздаяния, не ища никаких прибыли и наград земных. Итак, видим, что они начинают кричать велика Артемида и Феска. Что это вообще была за Артемида? На самом деле это была такая невзрачная фигура, которая возвышалась на храме Артемиды и храм Дианы. Это один и тот же, в общем-то, храм, одна и та же богиня, по сути, Диана Артемида. Это такая скульптура из серого камня, она была сделана неприглядная, сидела на корточках и у нее было очень много очень много грудей вокруг нее. Для чего? Она символизировала собой вот такую богиню плодородия. Также в этом храме Дианы или Артемиды и Феской могли скрываться преступники. считалось, что если человек преступник, но если он зайдет в храм, то он уже находился под покровительством вот этой вот богини Артемиды и его нельзя было оттуда взять. Но если он вышел из храма, куда-нибудь вдруг пошел, то его могли схватить и уже предать суду. Но пока он находился на территории, никто его не мог взять. И весь город наполнился смятением, схватив македонян, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из зоосейских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Вот это вот очень важный 31-32 стих. Снова хочется сказать «Берегите своих апостолов, священников, проповедников». Как апостол говорит, что «Поминайте наставников ваших, взирая на кончины их жизни, подражайте вере их». То есть первая часть пока она еще очень важна, как там потом их жизнь будет, мы не знаем, но «Поминайте наставников наших ваших», хочется сказать «Берегите наставников ваших». Здесь мы видим, что апостол Павел порывается идти на это мероприятие, на это зрелище, чтобы сказать там слово, чтобы обратить их, но друзья видят, что там опасно и очень опасно, а Павел апостол им еще нужен, есть и другие города, а здесь можно погибнуть, и Слово Божие с такой силой другие не услышат, поэтому они его всячески берегут. Между тем одни кричали одно, другие другое, ибо собрание было беспорядочное и большая часть собравшихся не знали, зачем они вообще собрались, такое бывает, по предложению иудеев из народа вызван был Александр, дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу, когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали, велика Артемида ими, иудеев иудеев блюститель же порядка, услышав, народ сказал, мужи ефесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель велики богини Артемиды и Диапетта, если же в этом нет спора, то надо нам быть спокойными и не поступать опрометчиво, а вы привели этих мужей, которые не храма Артемиды не обокрали, ни богини наши не хулили, если Димитрий и другие с ними художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга, а если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой вы могли бы оправдать такое сборище, сказав это, он распустил собрание. Мы видим, что блеститель порядка, конечно, ему не выгодно, что в его городе начинается какая-то смута, он хочет всячески, чтобы эта смута разрешилась мирным путем, поэтому он говорит, что если вас что-то не устраивает, обращайтесь в суд, ну, так всегда поступают люди, которые наделены какой-то властью, они говорят, что вам что-то не то, обращайтесь в суд, если вас Димитрия что-то не устраивает в этих людях, этих людей что-то в Димитрии, пусть они между собой разрешают свои вопросы законно, а вы-то здесь собравшиеся при чем? Он поворачивает все дело так, что вы собравшиеся тут ни при чем, некоторые, как сказано, одни даже не знали, зачем они собрались, поэтому давайте все разойдемся, зачем мы будем виновниками как бы вот в этом споре между Димитрием, этим Сребреником и этими людьми, все знают, что город Насаши, в общем-то, языческий и прочая речь, которую мы его прочитали, то есть он на самом деле выполнил свою функцию как чиновник, но тем не менее не было и устранилось тем самым и гонением, поэтому мы видим, что законно употребленная власть, она была в пользу и апостолу, и его спутникам, да и самый апостол Павел, он не чурался никогда прибегать к каким-то законным основаниям своего освобождения, например, помните, как неоднократно он говорил о том, что я римский гражданин, а вы меня хотите судить без суда и следствия, поэтому все, что законно, каждому христианину непредсудительно это применять по отношению к себе и по отношению к другим людям, будем это помнить, и для этого у нас есть прецедент и из этой девятнадцатой главы, которую мы с вами сегодня прочитали.